Четвертый инвестиционный форум открылся сегодня в Запорожье. Более 450 участников из разных стран собрались в выставочном центре «Казак-Палац» с целью узнать об инвестиционной привлекательности нашего региона и заключить предварительное соглашение о внедрении новых масштабных проектов. Главная задача, которую перед собой ставили организаторы форума, показать потенциальным инвесторам, что Запорожский край готов к плодотворной многосторонней работе с привлечением инвестиций. Как говорили участники форума, уже работающие по инвест-программам в нашем регионе, сейчас действительно становится не страшно вкладывать деньги в Запорожье. К примеру, финские инвесторы с успехом работают совместно с Запорожькраном. Если сравнивать сейчас ситуацию, то ситуация, которая была два года тому назад, большая разница уже есть. Положительный опыт и далеко идущие планы озвучил на форуме и чрезвычайный и полномочный посол КНР в Украине Джан Си Юнь. Для Китая Запорожье интересно в первую очередь как металлургический, машина и авиастроительный центр. Здесь сосредоточены очень солидные ученые, которые сделали и делают передовые научные и технологические разработки. Запорожье привлекательно для китайских инвесторов, для представителей китайского бизнеса. Особо широким на четвертом инвестиционном форуме было представительство России. Сюрпризом для полномочного представителя президента Российской Федерации стало отсутствие на открытии форума нескольких представителей делегации. Как выяснилось позже, уже в этот момент они проводили переговоры о заключении реальных контрактов. Мы имеем очень серьезную ностальгию по прежним отношениям. Мы очень хотим, чтобы они максимально быстро достигли того уровня, которого достойны наши народы. На форуме были представлены информационные стенды всех инвестиционно привлекательных районов области. В областном центре к рассмотрению потенциальных инвесторов представили такие проекты, как строительство мостов через Днепр, создание на базе Запорожского аэропорта международного, строительство экологически чистых индустриальных парков, выставочного комплекса и развитие национального заповедника Хортица. Продолжение следует...